Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3 на 3 карта Стены Джунглей. Играю я за Космодесант, со мной в команде, за Некронов играет Ангрон, Ред Энджел, и за Тао играет Неп Неп. Наши противники, за Имперскую Гвардию играет Халапеньо, Инкария, за Имперскую Гвардию играет Трипи, и за Некронов играет Флазо. Неп Неп пишет, что будет жарко, иду я через оружейку, 2 генератора, карта большая, и смысла идти через казармы нету. В любом случае я успею выйти в Т-2, сделать хотя бы один самолет, я от ДФЦ из понтового Раша. Почему беспонтовый, так как на Б-шой карте обычно Раши всегда беспонтовые, потому что прибежит только один, второй пока добежит, пока в третий додумается прибежать, и ничего у них не получится. Неп Неп идет через Веспидов, только сказал правил беспонтовый Раш, и тут у нас Веспиды от Неп Неп, Ангрон. Он знает, как играть на Большой карте, начинает ставить генераторы. Релик не ставит, забирает сразу Реликтовую точку, тут оставил он мне, за что ему огромное спасибо. Забрал Тау, так как Тау не нуждается, в принципе, с Реликтовой точки, поэтому... Такое себе... Поставлять Реликт в Тау Ситу, там он может обойтись и без Реликтов, просто играя на Т-3. У Флаза, видим, 4 генератора, выводит он Лорда Некронов. Реликтовую точку забирает Трипи себе. Трипи в себе уверенный игрок, который на стримах побеждает меня втроем-втроем. Забегает ко мне на базу и... Вдает это, как будто он... Один вынес меня. Выбегая только в том случае, когда ему выгодно, прячась за спинами своих союзников, не вступая в открытый конфликт. Так, Непнап, видим, нападает своими геспитами, начинает ломать ему пост. Тут бегает своим командиром Тау, лордом прыгает в Флаза, откидывает веспитов. Ну, поломка этого поста, одного поста, который не прокачанный, который уже половину ресурсов себе вернула при постройке, а уже стоит где-то 3 минуты и... Все равно отработала себя. Ну, можно оправдать действия Непнапа тем, что, возможно, у него ресурсов много за счет точек. На этой карте точек, благо, достаточные, поэтому решил он потратиться на эти веспиды. Ну, я бы на большой карте не пошел бы в раш. Ну, командир Тау вряд ли отсюда перепрыгнет. У него прыжок короче, чем у веспидов. И... загнали в угол и от него мудохали. Бедного командира Тау. Так, Ангрон своим лордом... Ну, у него прыжок большой, он может себе позволить бегать по базе у противника. Но, неужели потеряет своего лорда? Нет, успевает. Отпрыгнуть и ушел просто на опыте. И вот он, Непнап, только узнает, что радиус командира Тау не достает для прыжка отсюда. Забирает он вражескую точку. И бежит Трипи своими гвардейцами, отрядом командования. Подводит тяжелое вооружение. Убивает невидимку Непнапом. И встречает отряд воинов Некронов. Второй отряд подходит. Потихоньку он засвечивает лорд Некронов. Тяжелое вооружение, гвардейцев и вражеских воинов Некронов. И видим, что снова взял веспидов Непнап. Ресурсов просто, наверное, немерено, чтобы потратиться еще на веспидов. Подвел бы сюда воинов огня, вышел бы в Т2 с ледопытами. И начал бы просто осаждать этот мост, не давая пройти никому. Тем временем, я вышел в Т2, как и говорил. Прилетел самолетами, начинаю ломать генераторы у гвардейца. На пасты не обращаю внимания, так как нету термогенератора на этой карте. И поэтому уничтожение генераторов важнее, чем уничтожение пастов. Точек-то много, а генераторов-то мало. Клаза пишет, сори, Непнепнеп... А, сори, халапенье нету в Т2, не может помочь. Улетаю я подбитым самолетом на ремонт, на базу. А двумя продолжаю стрелять по генераторам халапеньо. Вышел он, кстати, в Т2 Поставил турель Тут ракетную Застанил мне один глайдер А тут в Флазу идет Наступление своими воинами Некронов и Лордом потихоньку Продавливает, ну вот, видите Видимо и второй Пак Веспитов был потерян Неп-непом Очень много свежевателей Пополненных на базе у ангрона Готовят атаку Так, я тут сломал второй генератор Пытаюсь поломать третий генератор Захватил ключевую точку Минус три генератора, улетаю сразу Под битым глайдером, но не получилось Улететь, все-таки отряд командования Не добивает Тут видим У Тау проблемы Делает он Икси-88 Ходячую турель у Тау Тут отряд командования начинает ломать Наблюдательный пост И ангрон был вынужден Скинуть сюда свежевателей Ввиде, что Тау не справляется Хотя, что стоит Тау? Дефать этот мост, например Так, хотел полететь глайдером сюда, но Фиг там Там турельная ракетная стоит Поэтому я улетел на базу Пока все тишина у меня на базе Давайте посмотрим тут снизу Что происходит Скидывает свежевателей Некрон Всех своих свежевателей Был вынужден скинуть Отряд командования Разбирается С боевым Икзенскелетом Икси-88 Так, разобрал тяжелое вооружение Бежит отсюда И Некрон спасает Неп-непа Сделал бы пару отрядов Воинов огня Командира Тау Следопытов И все Стоял бы тут Расстрелил в базе Тяжелое вооружение Всех проходящих Отсюда Войск Тут Флаузер потерял Своего лорда Тут пока что Халапинео Поставил штаб Механизированных войск Пока что Не переходит в Т3 Ставит Туриель у себя На базе Генераторы Накинул войск И реликтовые точки Командор стоит Дефает пост Я Наверное Перехожу в Т4 Что я делаю Да Как видите Перехожу в Т4 Половина Десятой минуты Так И скидываю Орбитальный удар Пока Расставляет Своё тяжелое вооружение Пытается убежать Я преследую Командором Пытаюсь догнать Убить Это тяжелое вооружение У Халапинео Так И добивая тяжелое вооружение Пришлось потратить Орбитальный удар Что мне его На зиму солить Откатиться До следующей атаки Так Ну самое интересное Чуть не пропустили Ангрон Скидывается изживателей На базу Флаза Флаза в Т2 Наш Некрон Только переходит В Т2 Тау бегает Своими воинами Огня От лорда Тут один отряд Вместе с командиром Помогает Расстреливать Бессмертную Флазу Но Трипи Своим тяжелым вооружением Настреливает По командиру Тау Командир Тау Погибает Бежит отряд Командования Направляет Боевой Из-за Скидет ХВ-88 Такая себе Такая себе Игра За Тау Флаза Застраивает Туриэль Халапинео А нет Это не Халапинео Пехотный штаб У меня Стрелковые Терминаторы Глайдеры Все еще живы Бугляри Вышел Продолжаю Дефать Свой пост Не намеренно Давать Я свой пост Халапинео Так и Наш Ангрон Остался один Против Троих И Трипи И Халапине Настреливает С пехотного штаба Еще я Ковровую Бомбардировку Скинул сюда Трипи В Трипи Болевой штаб Уже В Т3 Один Василийск И Не смог он Поломать Монолит Ангрон И даже С изживателями Не отступил Поставил Их всех Там Лежать Так Вот он Лендрайдер Засвечивает Меня Скорее всего Халапинео Видит Что у меня Есть Ленд Ставит Вторую Главку Халапинео Думает Что он Будет Тут Спокойно Сидеть Течется И Никто Его Не будет Трогать Но Как Выходит У меня Супер Юнит Лендрайдер Карающий Меч Я Тут же Еду Пользоваться Им Настреливаю Уничтожаю Пока у врага Нету Супер Юнита Пользуюсь Преимуществом Самолетами Лечу В тыл Врага Снимаю Точки Потихоньку Чем же Занимается Профессиональный Игрок Трипи Профессиональная Крыса Скидываю Дредноутов Глайдеров Штурмовых Терминаторов Начинаю Ломать ему Основной Полевой штаб Выводит Часового Да Зачем Карающий Меч Лемон Когда можно Вывести Часового Поставив Вторую Главку Тут Ленд едет Сразу С двух Флангов Начинаю Атаку Стрелковые Терминаторы Прикрывают У меня Командор Слишком далеко Вперед Залез И Давай Погибай Погибай Героически Да Погибает Он Тут Главка Снесена Разбираюсь С войсками Некрона Плазу Пытается Прикрыть Бедный Но у него На базе Тоже Проблемы Снова Проблемы Не тоже А снова Проблемы Сживатели Пытаются Моногид Снести У Лазу Трипи Настреливают Своими тяжелыми Вооружениями По Кризису Неп-непа Видимо Через Монка Решил Пойти Так Что тут Происходит Мой Лендрайвер Временно Застанен Библиарь Вместе С стрелковыми Терминаторами Видимо Погибает Трипи И Халапениум Подвели сюда Своих Касаркинах Ну Опять он В Т1 Кстати Халапениум Да И с Касаркиной Но На этом Все Весь Успех Закончен А тут Я продолжаю Ломать Часовых Тредноут К сожалению Потерял Наспамил Он тут Своих Часовых Начинаю Лендом Расстреливать Этих Часовых Тут Еще и Касаркины Влазят По Халапениум Настреливают По моим Штурмовым Терминаторам Ну Их Начинаешь Вязать Они Должны Сразу Сесть Штаб Механизированных Войск Ну Тут Что Видим Минус Часовые Еще Один Часовой Идет Тут Флазу Отдефался Касарчик Просто Скидываю Дредноуты Силковых Терминаторов Сюда На Редиктовую Точку Начинаю Тут Ломать Духалапениум Постройки Растягиваю И Гоняюсь Штурмовыми Терминаторами За Касаркиными Трипи Он Бежит Снимаю Редиктовую Точку Чтобы Игра Медом Не казалась Халапениум Чтобы Он Почаще Ставил Вторую Главку Вместо Вывода Своих Супер Юнитов Разбираюсь С ракетной Турелью И Некрон Скидывает Сюда Своих Сжевателей Поддерживает Меня Видит Что Снизу Ити Смысла Нету С Таким Таусит Который Под Ассасинами И теряет Своих Кризисов Тут Не Подсвечивает Даже Просто Идет Так И Отверженные От Флаза Если бы Не Флаза Халапениум Был бы Давно Уничтожен Приходится Мне Отступать К моим Лендам Надо Было Отступать И Отремонтироваться Разбираясь Тут Касаркинами У Халапениум Лорд Был бы Вязал бы Этих Касаркин Ставит Еще Одну Главку Халапениум Пытается Затыкать Этот Проход Ну Тут Видите Просто Танки Рыбомолот Тупо Сливаются Я Скидываю Сюда Дредноута На тяжелых Вооружения Трипи Он Не Обращает Внимания Не Видит Что Его Засветили Он Занят Сверху Вот Только Вспомнил Про свое Тяжелое Вооружение Так Ну тут Большие Уничтожители Есть У Плаза Они Довольно Проблематичные Также Живой Монолит Наверное Где-то Был Я Прыгаю Терминаторами Дальше У Стреителей Подвел На свой Ленд Начинаю Снова Настреливать Разворачивается Танк У Трипи Видит Моих Терминаторов Понимает Что Вот Будет Атака Я Скидываю Десант Теперь На базу Трипи Скидываю Серых Лицарей Вместе С командором Штурмовых Терминаторов Грубая Билка Неудивимости Дредноуты Летят Скидываю Орбитальный Удар По главке Тут Ленд Потихоньку Стоит Настреливает Надо было Снести Главку Трипи Подключаю Просто Все Силы Еще Дреддмоут Но Потихоньку Редеют Мои Войска Обружили Настреляли Все Флаза Неплохо Помогает Халапени Своими Касаркинами Постоянно Мешает Настреливаю Я По этому Пасту Просто Ленд Своей Одной Пушки Настреливает Еще и По второму По львому Штабу И приехал Своим Карающим Мечом Отстрелять Мой Ленд И Развернулся Не успел Зарядить Обилку Свалил Просто Оттуда Что делает Тау Еще Икси 88 Непрокачанные Невиденькие Флаза Начинает Убивать Его Икси 80 Ну что Он Сделал Даже Ни Одного Выстрела Не Сделал Этот Икси 88 Стоит Он Очень Дорого Просто Спам По одному Что Ли Идет Не Подсвечиваются Невидимки У Нет Не Папа Теряет Он Кризис Невидимости Идут Отверженные Начинает Ломать Своими Боевыми Косами И Танк Рыбомолот Просто Уничтожен Тоже Потрачен Бесполезно Ангрон Снова Скидывает Своих Слежаков Скрывает Флазу Свой Монолит Генераторы Видите Ничего Не Видно Засвечивает Наконец-то Виден Монолит Мне кажется Лучше Чем этот Монолит Пытаться Уничтожить Наверное Лучше Генераторы Раскидать Сижаков Тогда Строитель Не успевает Все Отремонтировать И в любом Случа Он Начинает Терять Едут Сюда Химер И Халапенио Лемоны У Трипи Тут Кризисами Тау Прыгает На Отверженных Минус Один Кризис Минус Второй Кризис Остался Один Кризис Вместе С танком Рыбомолот Этот Танк Наверное Тоже Сейчас Просто Сольется Да Он Идет Прям Под Обелиск Под Тяжелое Вооружение И Под Отверженных Замечательно Используют Свои Супер Танки Неп Неп Скидываю Я Дредноутов Он Пытался Помочь Тут Не Крону Ну Скинул Я Немного Сьогоди Один Дредноут Для того Чтобы Напугать Так И что Халапеньо Имеет Два Полевых Штаба Которые Оба Т1 Т1 Тут Ну Видимо Неп Неп Перепутал Свою Расу Расы Орков Думаю Что Это Все Бесплатно Можно Спам Отправлять XE XE88 И Кризисов Вместе С танками Рыба Молот Поэтому Отправляет Второй Полевой Штаб У Трипи Я тут Заехал Снова Своим Танком Вижу Что Трипи Стоит Дефает Своего Собрата Халапеньо Я забил На тот Проход Собираюсь Проехать По этому Проходу Так Видим Хлаза Начал Скидывать Сижаков На базу Неп Неп А Еду я Своим Лэндом Еду Такой Встречаю Два Танка Лемон Рус Один Сразу В диску Геульк Уезжает Отсюда Скидываю Сюда Десант Засвечивает Меня Лорд Некронов Уфлаз Скидываю Штурмовых Терминаторов Начинаю Разбираться С уничтожителем Ну тут Неп Неп Сливается У меня Хищник Еще Подъезжает Решил Я Разобраться С лемонами Чтобы Они Не Настреливали По мне Так Штурмовые Стоят Потому что Командор Скидывает Орбитальный Удар По Монолиту Флазу Так Теряю Лондрайдер Уфанап Штурмовые Терминации Продолжает Бить По Танку Лемон Рус И Подымает Своих Сизжевателей Ангрон Снова Пытается Поломать Главку Флазу Большие Уничтожители По нам Стреляет И Сизжевателей Также Скидывает Флазу Пытается Повязать Моих Стрелковых Терминаторов Я Пытаюсь Портануться Подальше От них Портуюсь И Подключаю Дредноут У Штурмовых Терминаторов Для Уничтожения Монолита Флазу Он Засвечивает Видимо Флазу Так Тут Продолжает Сизжеваки Вязать Так Монолит Уничтожен У Флазу Почему Не Поставил Второй Монолит Пишет Он Сори Видимо Не было Ресурсов Либо Не успел Проехал Сюда Трипи Своим Карающим Мечом Так Ломаю Приходный Штаб По Халапенью Кризисами Пытается Поломать Пост Мэп Мэп Так Призывает Лжи Монолит Ангрон Засвечивает Пытается Протоковать Подымает Сбрасывает Сюда Сизжеватели Это Новые Сизжеватели Мои Терминаторы Пока что Зажаты Тут Командор Стоит Тут Подбитые Пытаюсь Перестрелять Касарки На Фу Трипи И Халапенью Врубаю Билку Неуязвимости Получаю Гранату Ну Фиг С ним Скидываю Смайт Скинул Пару Дредноутов На Танк Трипи Скидываю Еще Ставит Тут Своими Псайкерами Пытается Застанет Застанеть Моих Дредноутов Еще Дредноут Прилетел И теряет Супертанк Трипи Пишет Ну ГГ Слажу Поставил Один Мони Поэтому Ливнул И Заметил Что Он Начинает Было Дело Ну А из Шари Когда мы Играли Четыре На Четыре Он Взял Ливнул На Вандийском Побережье Ливнул Типа Там Расы Слишком Имбовые Против него Оказались Вот так Вот Ливает Он И Конечно Он Учит Меня Как Играть Это Невероятный Профессиональный Игрок Под Ником Трипи Просто Мега Нападатель Толпой И потом Сидит И Учит В комментариях Как Надо Играть Учит Что Надо Нападать Втроем Вчетвером И потом Выезживаться В комментариях И Тогда Ты будешь Супер Игроком Вот Тут Халапеньо Естественно Таки Просидел С вами Двумя Главками Так же И у Трипи Была Такая же Игра Где он Решил Поставить Две Главки Сиду Я его Дефал Пока Он Выведет Свой Карающий Меч Итоги Там На Двадцатой Минуте Или на 23 Минуте То ли Наконец Он Вывел Я По-моему За Некронов Тогда Был И Бегал Спрашивал У него Когда Твой Карающий Собирается Выходить Нет Он Оказался Посередине Никто Его Не трогал Он Должен был Течиться И Вывести Свой Карающий Меч В итоге На Двадцатой Минуте Мы Только Увидели Его Карающий Меч Ну Тут Он Неплохо Сыграл Пытался Тут Дефать Там Дефать 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 Парми Я Набираю 1575 Неп 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 Набирает 525 Некрон 360 Халапеньо 150 Флаза 935 И Трипак 1055 Убита Мноя 133 Потеряно 103 Кстати Я забыл Сказать Что этот Трипак Играет Всегда Либо За Гвардейцев Либо За Тау В общем За Другие Расы Видимо Не Умеет Играть Потеряно Мною 103 Уничтожено Здание 31 Потеряно Здание 0 Неп Неп Убито 52 Потеряно 80 Уничтожено Здание 10 Потеряно Здание 6 Ангроно Красный Ангел Убито 34 Потеряно 213 Уничтожено Здание 3 Потеряно Здание 0 Халапеньо Убито 65 Потеряно 89 Уничтожено Здание потеряно здание 34, лаза убита 135, потеряно 74, уничтожено здание 6, потеряно здание 7, и трипак убита 197, потеряно 57, уничтожено здание 0, потеряно здание 3, топ-1 по ресурсам занимаю я и самый технологичный тоже я. Вот такой вот бой, спасибо ребята всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем мира и спокойствия, пока-пока.